Ну вот в этом, видите, весь, вот в этом вот, что ты, женка, губы жмешь, на ярмарку не идешь. Пока авторы-исполнители на груши распевали свои замечательные песни, он прорубал косами пространство, совершенно в иные миры, вот, и шел навстречу к фольклору, в общем, к традиционной музыке, потому что понимал, что, ну, ищущий человек не может остановиться просто на самом себе, да, просто писать стихи сам по себе, сам по себе петь песни, да, он должен все-таки каким-то образом выходить, искать вот этот путь, потому что иначе все равно упрешься, где-то вот. А в этом смысле традиционная культура дает, конечно, ответы, ну, почти на все вопросы, наверное, мироздания. И жаль, что от многих наших поколений вот это знание, заповедное знание было совершенно утерянным. Не произошло ни преемственности, ни передачи и так далее. И только какие-то отдельные отчаянные отважные люди, которые совершали там наезды в деревню и так далее, получали вот эти крупицами, выбирали вот эти вот какие-то знания, накапливали, собирали. И у кого хватало еще смелости и наглости, тот еще брался это все пить и исполнять. Что как бы в ситуации соревновательной, вот с деревенскими, ну, совершенно это бесполезное дело. Вот, поэтому начало нашего фольклорного движения, ну, не будем брать Дмитрия Викторовича Покровского, с его, конечно, гениальной совершенно историей отдельной, отдельной, но вот начало фольклорного движения, оно было сопряжено с тем, что все как-то все иначе понимали, не так, как это было заложено в народной культуре, все иначе, как-то либо гипертроферно, либо перевернуто. И все находились в поисках. Во-первых, никто не умел ни танцевать, никто не умел петь ни припевок, ни штучки, ни страданий и так далее. Все начали с того, что стали петь протяжные казачьи песни, это красиво, но никто не понимал, зачем они это делают совершенно, потому что никто из них казаком не был, на конях не сидел, шашка не махал и так далее. Все это носило характер очень странный, смешной. Видите, где-то вот он шел параллельно, он шел как вот министрель, да, как министрель, он шел к скоморошеству русскому, он в конце концов к нему пришел, и Театр Перекресток, это был, конечно, взрыв, хотя фольклористы не сразу туда потекли, фольклористы в этот момент были очень серьезные, были заняты очень серьезным делом, они вообще все песни пели без улыбки, вот что было самое ужасное. А ведь если бы могли скакать, так сказать, через ступеньки, вот так, перепискакивать, да, и быстрее осваивать то, что народ нашу и камень осваивал, чтобы мы могли бы каждый день прогрессировать и так далее, то мы поняли бы, что нет, наверное, на земле такого народа, который бы страдания возвел в совершенно какую-то ипостась невероятную, поставил на вершину горы свои собственные страдания. Можете себе представить? Русские выделили страдания в особый музыкальный жанр. Страдания, вы понимаете? И спокойно этим занимались и пели эти свои страдания с огромным удовольствием, с улыбкой на лице. Вот что поразительно. И все страдания, они каким-то образом так раз сразу и улетучились. Вроде они есть, их вроде и нету. Страдания, от лихого, а нету спас уже никакого. Ох, до чего я дострадался, один нос большой остался. Ой, мы с милашкой в одной мере, Я одна по боли, а я по мини. Давай, милка, гроб закажем, Обоймемся, вместе ляжем. Ох, моя милка страданула, А ее скорчила, согнула. Ох, моя милка, И я с нею, А милка пашет, А я сею. Ой, не страдайте, девки, дюжа, Придет пасха, да, тут мужа, Да, тут мужа он полюбить и побьет, и приголубить. Ой, хорошо страдать у пруда, Далеко ж ходить оттуда. Ой, хорошо страдать у печки, А ноги в тепленьком местечке. Ой, да-ди-да, да-ди-да, да-и-да, да-да, да-да-да. Да страдалась аж девчонка, Что не сходится ж юбчонка. Ай, да-ди-да, да-и-да, да-ди-да, да-ди-да, да-да-да. Спасибо Спасибо В начале вечера такие были замечательные кадры Щемящие Я едва сдерживал слезы Когда Витя запел Бузину Во-первых, одна из моих любимых песен И потом про Бузину Это недаром ему пришел этот сюжет в голову Это как раз был процесс Вот этого слияния В процессе появления перекрестка Слияния вот этой фольклорной волны и так далее Никто же не знал, что еще надо было делать А из Бузины ведь действительно делались дудки Действительно много дудок можно было сделать И с той поры сколько этой бузины было, извините, спилено И сколько дудок было вырезано из этой бузины В общем, продолжается бузина Ай-ей-ой 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 По диким и да степём, по синим да морём, По широким да полям и по тём и нам лесам. Он искал и до себе, ох, и перепёлушку, перепёлку, Ох, о-х, 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 Ай, ой, прилети же да скорее В мой зеленой садок и да на яблонько На ветку зеленую Ай, ой, посидим и побеседуем с тобой Перепелушка ж моя, ой, окей сей закрыла Я тебе-то расскажу, как один домой хожу Перепелка дай моя, сей закрыла Ай, ой, ой Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо Не знаю, как у других Вот у меня стоящие песни Появляются в самые тяжелые периоды жизни Вот когда вот совсем Вроде виселится, да? Как бы совсем И тут вдруг бац И тебе Господь Вот что-то такое посылает И ты думаешь, а ведь жизнь так прекрасна Субтитры подогнал «Симон» Глубоко-глубоко В колоде зевада глубоко, глубоко, В колоде зевада глубоко. Глубоко, глубоко под землею руда, Глубоко, глубоко под землею руда, Глубоко. Глубже того, мое горе, Глубже того, мои скорби, Глубже того. Широко-широко развелась река, Широко-широко развелась река, Широко-широко разбрелись луга, Широко-широко разлеглись поля, Широко-широко. Шире того свет благодати, Шире того. Далеко, далеко убежал мой конь, Далеко, далеко ускакал мой конь, далеко. Далеко, далеко не догнать его, Далеко, далеко не поймать его, далеко. Дальше того моя печаль, Дальше того, дальше того моя тоска. Дальше того... Высоко, высоко улетел сокол, Высоко, высоко взлетел сокол, Высоко. Высоко, высоко поднялся сокол, Высоко за облака улетел сокол, Высоко. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.